Детское радио представляет Хрум или сказочный детектив Слушаю, Добрыня. Что-то случилось в сказках? Что-что? Не знала, что ты покупаешь лотерейные билеты. Вот как? Откуда же он тогда у тебя взялся? Минутку. Входите. Здравствуйте, Мария Петровна. Привет, Макс. Подожди минутку. Сейчас я разговариваю с Добрыней. И надолго положил трубку. Ничего не могу понять. Это Добрыня, Мария Петровна. Алло. Максимка, здорова. Ну вот ты скажи, могу я отдохнуть, как всякий нормальный человек? Ну, можешь. Вот. А Мария Петровна, она вечно во всем какой-то подвох видит, понимаешь? Я ведь как живу? Работа, дом, дом, работа. А тут такое дело. Просто подарок судьбы. В общем, пусть не сердится на меня, а? Передашь? Передам, конечно. А ты где? Ну, давай. До скорого, Максимка. Да, дела. Мария Петровна, Добрыня наш, похоже, в отпуск собрался. Совершенно случайно нашел выигрышный билет в лотерею. А выигрыш? Межсказочное путешествие. Межсказочное? Бывают кругосветные путешествия по странам, а бывают межсказочные по сказкам. По всем сказкам. Ого, я бы тоже от такого не отказался. Ты не понимаешь, Макс. Добрыня – начальник сказочной полиции. В его отсутствии в сказках может произойти все, что угодно. Да ладно вам, Мария Петровна. Ну, что вы беспокоитесь? Пусть отдохнет. А наше детективное агентство Хрум может пока присмотреть за сказочным миром. Теперь придется присмотреть, как ты выражаешься. И первым делом я хочу узнать, откуда взялся этот лотерейный билет. Я отправляюсь в сказки. Ты со мной? Спрашивайте. Кстати, а куда мы отправимся? Добрыня сказал, что нашел билет в сказке «Царевна-легушка». Знаю эту сказку. Перемещаемся туда. Хорошо, чтоб болота не шлепнулись. Мама только вчера блюки из химчистки забрала. Ой, что это было? Стрела пролетела. А вот и Иван-царевич за ней идет. Давайте его догоним, Мария Петровна. С Иваном мы поговорим позже, если потребуется. Посмотри лучше. Вот следы Добрыня. Здесь он мог найти лотерейный билет. Так непривычно по следам Добрыни идти. Как будто мы следим за ним. Не за ним, Макс. Так, вот тут по краю болота кто-то проезжал на лошади. Думаете, преступник? Все может быть. Кстати, конь на одну ногу прихрамывал. Да, точно. Три отпечатка глубже, чем четвертый. Ква-ква. Здравствуйте, Мария Петровна. Здравствуй, Максимка. И как это вы нашу сказку навестить собрались? Что-то приключилось? Ква-ква. Здравствуйте, царевна лягушка. Пока ничего не приключилось. Скажите, пожалуйста, покупал кто-нибудь из персонажей вашей сказки лотерейные билеты? Не покупал. Ква-ква. Мы уже говорили об этом с начальником сказочной полиции. С Добрыней? Да, с Никитичем. Он в нашей сказке всех спрашивал. Да только у нас в эту новую лотерею никто играть не захотел. Новая лотерея? Да, Мария Петровна. Новая. Межсказочная. Ква-ква. Говорят, Добрыня Никитич выиграл. Ква-ква. Да где же этот Иван-царевич? Когда он уже за своей стрелой придет? Не встречали его случайно? Вон за кривой березкой на кочке стоит, оглядывается. Мы пойдем. Спасибо вам, царевна лягушка. Да не за что. Очень, очень рада была с вами повидаться. Ква-ква. Мария Петровна, вы думаете, кто-то специально затеял новую лотерею, чтобы подбросить Добрыне выигрышный билет? Преступник хотел, чтобы Добрыня уехал? Надо выяснить, кому это может быть выгодно. Позвоним-ка Добрыне. Алло, Мария Петровна, Добрыня у аппарата. Как твои дела? Прекрасно. Лечу на летучем корабле. Еда сказочно вкусная. Музыка сказочно красивая. Да еще сказочники разные сказки рассказывают. Добрыня, у тебя лотерейный билет сохранился? Билета нет. А что? Это не обычная сказочная лотерея, а новая. Ага. Хорошо придумали, правда? А кто ее проводит? Тебе известно? Нет. Я билет нашел. Повезло просто. А как ты о выигрыше узнал? Так там в правилах все написано. На каждом билете цифры. В газете печатают выигрышные. Чем больше цифр совпадает, тем больше выигрыш. Так. И сколько совпало у тебя? Все. Представляете? Главный приз путешествия. А где ты получал билет на летучий корабль? Да нигде не получал. В билете сказано, в пять часов по сказочному времени приезжайте к летучему кораблю. Ну, я и приехал. Ой, Марья Петровна, у меня сейчас тут концерт начинается. Боюсь пропустить. Да-да, иди. Что делать будем, Марья Петровна? Нам нужна сказочная газета. Вернее, редакция сказочной газеты. Той, где напечатали результаты лотереи? Точно. В редакции должны знать организаторов. А я не знала сказочной газете. В последнее время большинство сказочных персонажей просматривают новости в сказочном интернете. Сказочная сеть жили-были, блоги сказочных героев, но некоторые, по старинке, предпочитают бумажную газету. Ее выпускает болтливая сорока из одноименной сказки Евгения Чарушина. Только вот найти ее бывает непросто. Вечно она где-то летает. Вот что, Макс, отправляйся в сказку Чарушина. А я ненадолго в реальный мир вернусь. Мне надо кое-что в архивах проверить. Хорошо. Перемещаюсь в сказку Евгения Чарушина «Полтливая сорока». Ой, мамочки, медведи, здравствуйте. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Вы, случайно, сороку не видели? Нет? Ну ладно, сам поищу. Сорока! Сорока! Так где же она? Алло! Макс, ты еще не успел сороку найти? Нет, тут только медведи. Срочно перемещайся в сказку «Конек-горбунок». Оттуда кто-то отправил сигнал о чрезвычайном происшествии. Будь осторожен, скоро к тебе присоединюсь. Хорошо. Перемещаюсь в сказку Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок». Ого, прямо как в книжке. Красотища! За горами, за лесами, за широкими морями, И на небе, на земле, Жил старик в одном селе. У старинушки три сына. Старший умный был детина. Средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак. «Караул на помощь! Спасите, помогите!» Кто это кричит? Ты где? На дереве я. Вот застрял тут. Ой, сорока! Ну да, она самая. А я вас в вашей сказке искал. Стойте. То есть не шевелитесь, пожалуйста. Сейчас на дерево залезу. Постараюсь вас освободить. Что вы здесь делаете? Что-что? Смолу угодило. Кто-то встал на моем пути, Кто-то хочет меня погубить. Да не паникуйте вы, пожалуйста. Кому нужно вас губить? Ой, все перья в смоле сейчас будут. А письма? Мне же письма прислали. Целых два. Какие письма? А такие. Страшные каракули такие. Там нацарапано. Только попробуйте написать про лотерею. И три восклицательных знака. А что вы о лотереи написать хотели? Что-что? Что подозрительная она. В общем-то, ты тоже подозрительный. Может, ты письма и написал? Караул. Да тише вы, пожалуйста, сорока. Никакой я не подозрительный. И ничего вам не писал. Я Макс. Из детективного агентства Хрум. Хрум. Хитрейшее расследование умнейших мыслителей. Знаю, знаю. Так ты знаменитость. Да нет. Я Марь Петровне помогаю просто. Все. Смолу убрал. Зеркальца у тебя, конечно, нет. Зато лужица есть. Посмотрюсь. Ах, хороша. Спасибо тебе, Макс, из Хрума. Благодарность. Расскажу тебе кое-что секретное, раз что ты детектив. Наклани-ка ближе уха. Слушаю. Сегодня ночью, пока все спали, кто-то пробрался в редакцию и напечатал газету в одном экземпляре. Но одну, понимаешь? Не летать мне в дальний лес, если вру. Утром эту газету в офисе сказочной полиции подбросили самому Добрыне Никитичу. Думаю, это с лотереей связано. Откуда вы знаете? Знаю. Знаю. Я везде летаю, все примечаю, на ходу этот репортаж сочиняю, потому что я трудолюбивая и талантливая. И скромная. А что вы здесь делали? Что-что. Услыхала, что персонажи здешней сказки ночью отлучались. Разведать хотела. А может, это они газету напечатали? Кто именно отлучался, знаете? Не знаю. А только отсюда слышны были звуки, которые межсказочные порталы издают. О, вот такие. Мария Петровна. Здравствуй, Сорока. Здрасте, Мария Петровна. А я тут ни при чем. Ничего не знаю, не ведаю, видать ничего не видала, слыком ничего не слыхала. Сама в историю влипла. Она, Мария Петровна, на ветку смоленую села. Ой, да это же... Да, Максим, это береза. Значит, не случайно тут смола оказалась. Так, возьмем образец, проверим, смола это или нет. Ну, до свиданницы, Светик наш, Мария Петровна. Я Максимушке уже все-все рассказала, как на духу. До свидания, Сорока. Так, что она рассказала? Кто-то покидал эту сказку прошлой ночью. А еще, вы правы были, что-то нечисто с этой лотереей. Газету, в которой было написано про выигрыш, подбросили в отделение сказочной полиции. Напечатали газету ночью и в одном экземпляре. Идем, Макс, побеседуем со старшими братьями. Ой, это что, они все подстроили? Старшие братья Ивана из конька-горбунка? Похоже, что так. Идем. Я поговорю с братьями, а ты в это время загляни в конюшню и посмотри, как там сказочные кони. Не хромают ли? Встретимся на том же месте, если только я раньше тебе не позвоню. Хрум или сказочный детектив Расследование продолжается Кони ржали и храпели, очи якантом горели, в мелкие кольца завитой хвост струился золотой. И алмазные копыты крупным жемчугом обиты. Люба дорого смотреть, лишь царюб на них сидеть. Тише, тише, не бойтесь, лошадки. Я должен на вас посмотреть. Только как же я пойму, кто из вас хромает, если вы в стойлах стоите? Так ничего не получится. Придется вас выпустить. Только чур не убегать. Договорились? Будем считать, что да. Ну, выбегайте. Эй, не так быстро. Не разбегайтесь. Да что ж такое? Ой, прискакал маленький ушастый конек. Симпатичный какой. Наверное, это конек-горбунок. Загоняет лошадок в конюшню. Вот молодец. Спасибо тебе. Лошадок я рассмотрел. Они не хромают. Теперь можно с Марьей Петровной встречаться. Алло. Макс, привет. Марья Петровна с тобой? Ну, почти. Мы с ней сейчас встретиться должны. А что? Да я позвонил, а она не отвечает что-то. Тут такое дело. Похоже, права она была. В чем? Да мне тут... Звонят мои ребята из сказочного отделения. Говорят, в сказках без меня полное безобразие творится. Сегодня сначала кража в одной из сказок тысячи и одной ночи, а потом в сказке про трех братьев наследство пропало. Ого! Погоди, Добрыня, Марья Петровна подходит. Марья Петровна, тут Добрыня звонит. Коллеги, старшие братья из сказки «Конек-горбунок» не уходили. Но слышали, что какой-то воришка по сказке бродит. У них с поля пропало зерно. Только украла его неволшебная кобылица. Не пора ли тебе вернуться, Добрыня? Да я уж собирался. Капитану говорю, так и так, домой мне надо. Погружайте меня с вашего летучего корабля в ближайшие сказки, а уж обратно я сам путь отыщу. И что же? А капитан говорит, не положено. И мне под нос бумагу сует. Договор. Подписал я его, когда на корабль садился, не глядя. А тут вот пришлось посмотреть все-таки. Теперь выходит, что я слово дал. До конца путешествия с корабля не сходить. Ох, Добрыня, ну разве можно что-то подписывать, не читая? Да так получилось. Добрынь, но ведь быть начальником сказочной полиции и охранять сказки от преступников ты обещал до того, как в путешествие попал. Выходит, служба важнее. Я, Максимка, тоже так думаю. Попробовал с корабля сойти. А на меня матросы набежали, схватили и в трюм посадили. Под замок. Вот, сижу тут. Ой, ты что, в плену? Что ж ты сразу не сказал? Где сейчас находится ваш летучий корабль? В какой сказке? Да не знаю. Окон тут нет, ничего не видно. А если бы и были, у меня маршрута нет. Ну да я как-нибудь сам выбраться попробую. Ничего. Вы пока начинаете сказки спасать? Ой, идет кто-то. Мария Петровна, как же нам Добрыню спасти? Не только Добрыню нужно спасать, Макс. Те, кто его на летучий корабль посадил, хотят в сказках свои порядки навести. И этого нельзя допустить. Ты на конюшне был? Да. С лошадками все в порядке. Они не хромают. Это подтверждает слова братьев о том, что они не покидали сказку. Но ведь во многих сказках есть три сына. Два старших умные, а младший дурак. Ты прав. Под подозрением оказываются все старшие братья. Ой, сообщение. Срочно перемещаемся в сказку Иван-царевич и серый волк. Что случилось? Иван-царевич попал в беду. О, хрум прилетели. Тише, тише, сорока, не кричите. Скажите лучше, где Иван-царевич? Иван-то? А его задержали. Кто задержал? За что? А вот вы и соображаете, детективы. Надь, читайте. Сказочная полиция не справляется со своей работой. С сегодняшнего дня все преступления будут расследовать старшие братья. Видали? В связи с участившимися случаями воровства, все младшие братья, в особенности Иваны, считаются возможными преступниками и подлежат немедленному задержанию для защиты от них сказочного мира. Они сказали, что если я не напечатаю это в газете, они выставят меня на посмешище и пошлют работать курятник. Вот что творится. Эти старшие братья пришли к Ивану, да и увели его куда-то. Они уверены, что им удастся всех обмануть и захватить сказки. Но мы им помешаем. Вот список сказок, где есть три сына. Так много! Я вам помогу! У меня, знаете, сколько знакомых синичек да воробьишек? Мы полетим по всем сказкам. Будем узнавать, где, что и как, и вам рассказывать. Спасибо, сорока. Возможно, нам не придется долго искать злоумышленников. Можно предположить, что речь идет о славянских сказках. Почему это? Ведь во французских младшего брата звали бы французским именем. Например, Жан. В английских – английским именем. Например, Джек. Если учитывать только русское имя Иван, список становится меньше. Ну, я полетела. Стойте, сорока, подождите. Узнайте, может, в одной из сказок кто-то обращался к кузнецу с просьбой подковать лошадку. Молодец, Макс. Узнаю, узнаю. Опять? Еще один сигнал бедствия. Из сказки «Конек-горбунок». А ведь Данила и Гаврила уверяли, что они в этой истории ни при чем. Как же они все могли ополчиться на своих родных младших братьев? В сказках старшие братья часто пытаются обмануть младших, но это им редко удается. Видимо, старшие не согласны с таким положением вещей. Но... Как же я не подумала? Макс, ведь у нас есть еще один ключ к отгадке. Какой? Летучий корабль. Ну, есть такая сказка. И в ней тоже есть старшие братья. Ой, да. А я и забыл. Перемещаемся в сказку «Летучий корабль». Смотри-ка, Макс, объявление на дереве. Похищен летучий корабль. В краже подозревается младший брат, он же Дурень, нашедшему вознаграждение. Давай-ка Добрыне позвоним. Добрыня? Алло, Марья Петровна, как я рад вас слышать. Как ты там, Добрыня? Да помаленьку. Тесно тут, дверь крепкая никак не сломать. А вы как, выяснили что-то? Скажи, ты летишь на корабле из сказки «Летучий корабль»? Это тот самый корабль? Он самый. А кто ему правил? Кто, капитан? Да вот не понять. Он такой, всегда в широкой шляпе, лица не видно. Бородища, во! И еще, он рост меняет. Как это? Ну, то выше, то ниже становится. Может, это не один, а два разных человека? Не поймешь, голос вроде один. А может, это братья? У них голоса могут быть похожи. Возможно, летучий корабль захватили старшие братья, а младшего держат в заперти и перекладывают на него вину. Вот вырвусь, найду на них управу. Мария Петровна, сообщение от сороки. Интересно, посмотрим. Мне тоже интересно, что там, расскажите. Да непонятное что-то. Тарабарщина какая-то. СВК, БРК, ВЩ, КРК. Это называется консольное письмо, когда пишут без гласных звуков и без разделения на слова. И как понять это грш-брыш? Может, это сорочий язык? Нет, это сокращение. Она пыталась что-то нам сообщить, но очень спешила. Какие там буквы? СВК, БРК. Прямо Сивка-Бурка какая-то. А дальше? ВЩ, КРК. Так это же Сивка-Бурка, вещая каурка. Правильно. Добрыня, мы отправляемся к сороке. А ты пока позвони своим коллегам в отделение сказочной полиции. Пусть поспешат в сказку Сивка-Бурка. Сделаю. А где сорока? Она была здесь недавно. Вот, видишь перо? Точно. В смоле испачкано. Кстати, о смоле. Надеюсь, анализ липкого вещества уже готов. Алло, Василиса, что показала экспертиза? Да, понятно. Спасибо. Анализ подтвердил. Смола сосновая. Тем более странно, что она оказалась на березе. Но есть и еще кое-что. Отпечаток пальца. Преступника, который пытался приклеить нашу сороку? Да. Теперь мы сможем понять, кто это. Смотрите, это же они, старшие братья. Здравствуйте. Здравствуйте, барышня. Ты, брат, помалкивай, я сам с ними поговорю. А ты молодец. Кто такой будешь? Знакомьтесь. Мой помощник Максим. Скажите, вы случайно не встречали сороку? Вот ее перо. Дайте-ка посмотреть. А, так мы ее в клетку посадили. Только что. Жаль. Ну, тогда хоть перо отдайте. Да забирайте. Все равно толку от него никакого. Да и липкая какая-то. А для чего это вы, барышня, перо фотографируете? На память. А еще для того, чтобы получить ваши отпечатки. И сравнить с теми, что у нас уже есть. Отпечатки? Что еще за отпечатки такие? Ответ из лаборатории. Так, все ясно. Это вы пытались приклеить сороку к березе. Там обнаружены ваши отпечатки. И что с того? Ничего не знаю. Наша хата с краю. Вы хотели контролировать сказки. Но у вас это не получится. Для этого существует сказочная полиция. Ой, полиция, но, конечно, хорошо. Да только ничего она тут не контролирует. Контролирует. А вы даже с летучим кораблем справиться не можете. Тьфу ты, да чего это вы говорите-то, барышня? Еще как можем. А можете сделать так, чтобы он тут появился? Очень даже просто. Я за Добрыней, Мария Петровна. Эй, куда без спросу? А ну, стой. А вот и мы. Старшие братья из сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Вы обвиняетесь в попытке захвата сказочного мира, мошенничестве, кражах, нападениях. И в похищении начальника сказочной полиции. Да. Вот тебе и здрасте. Круиз, понимаешь, отменяется. Мели, Емеля, твоя неделя. Я вообще в эту историю ввязываться не хотел. Вот, отвечать теперь придется. Как хорошо-то на земле. И кому нужен этот отдых, когда работа такая интересная? Да, работы у нас немало. Нужно освободить всех Иванов, разобраться со всеми старшими братьями и вернуть похищенное. И сороку надо освободить. Ничего, справимся. Спасибо за помощь, детективы. Не за что, Добрыня. До свидания. До свидания. До новых расследований. Хрум или сказочный детектив.